Россия сняла ограничения на сухопутной границе с Грузией. Теперь для проезда достаточно загранпаспорта. В этом убедился наш корреспондент Чурмен Лубиев. Репортаж с пункта Пропурска-Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Ехать в Грузию снова можно. Ковидные ограничения, введенные еще в марте 2020 года, сняли. Больше двух лет пересекать российско-грузинскую границу могли лишь дальнобойщики и россияне с родственниками в Грузии или Армении. Теперь для въезда в Грузию не нужны основания. Родственные связи, работа или лечение за границей. Для проезда нужен загранпаспорт. А на грузинском КПП попросят свежий ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации. Гражданин России Тигран Маргарян едет в Армению в гости к маме. Заранее взял подтверждение, что в Закавказье у него родственники. Но уже на границе выяснилось, что это было лишним. Это же было обосновано антиковидными мерами. Я не думаю, что сейчас эта проблема так острая стоит. Поэтому думаю, что можно было и раньше уже их отменять. Ну хорошо, что отменили, здорово. Начало лета, уже самое время ездить. Больше всего из-за снятия ограничений пострадают дальнобойщики. КПП на российско-грузинской границе и без того работает на грани возможного. Превышение потока в четыре раза от проектной мощности. Теперь большегрузы будут проводить у КПП недели. Европа закрыла нам, белорусам, россиянам, как известно, движение грузовых машин. И из-за этого наши грузы перенаправились в Турцию, Россию, Армению. Ну как бы новые маршруты. Из-за этого, опять же, не одни мы перевозчики, их много. И каждый постарается выходить из положения. Из-за этого стоим в каликах. Я думаю, это ухудшится. И плюс легковые на курорты поедут. Приоритет будет им. Изменения коснулись и граждан Армении и Кыргызстана. Они могут свободно въезжать в Россию с территории любых стран без дополнительных оснований. Очередей из желающих проехать в Грузию на границе пока нет. На подъезде к КПП Верхний Ларс 15-20 легковых машин. Но ситуация может кардинально измениться уже в ближайшие дни, когда информация о снятии ограничений распространится. А с наступлением лета и курортного сезона в Грузии здесь ждут километровых пробок. Чермен Улубиев, Кейван-де-Реги, МИР24.